Игорь Васильевич Назарук Спасибо за приглашение Игорь Васильевич, Ваша дипломатическая миссия в Армении подходит к концу Хотелось бы подвести итоги, как Вы оцените время, проведенное в Армении? Вы знаете, это было не проведение времени, это была очень интересная и очень захватывающая работа Работалась очень комфортно, работалась очень легко И я думаю, наверное, не скромно, но продуктивно на благо наших белорусско-армянских связей Во всех областях, во всех направлениях нашего сотрудничества Достаточно сказать, что только наш товарооборот за 5 лет вырос почти в 2,5 раза То есть он был когда-то, когда я приступил к работе, около 30 миллионов долларов Это небольшая цифра для наших возможностей Сейчас она по итогам 2019 года превышает 72 миллиона И мы наблюдаем и дальше рост нашей взаимной торговли Несмотря на текущую, Вы видите, непростую ситуацию в связи или из-за коронавируса За 5 лет, 5 лет это немаленький срок, были различные, наверное, и сложные ситуации Можете отметить какую-то особо запомнившуюся сложную ситуацию, которую Вам пришлось разрешить? Ну, на самом деле, ситуаций было много Сложная ситуация — это организация визитов на высшем уровне Визитов на высоком уровне Сложность заключается в том, что наше посольство очень компактное И штат небольшой Но, я скажу, мы ни одного нарекания со стороны наших высоких гостей из Минска не получили А это свидетельствует о том, что мы справились с поставленной задачей Я не хочу сейчас мельчить на какие-то вот эти вот внутри или посольства там с какими-то структурами взаимодействия Да, в целом, я скажу, работа была выстроена в конструктивном ключе Мы по большинству вопросов находили взаимопонимание И, что очень важно, мы достигали хороший результат для обоюдного удовлетворения, для обоюдной пользы Как для Беларуси, которую я представляю здесь, так и для Армении По-другому не может быть, поскольку если противоположная сторона не будет проявлять заинтересованность Не будет оказывать содействие То и мы не добьемся тех или иных успехов или результатов А мы прекрасно понимаем Мы должны приходить сюда со своими предложениями, которые будут встречать поддержку Такую поддержку мы практически по всем направлениям встретили А там, где не встретили, возможно, то это процесс И надо к нему относиться со спокойным пониманием Мы к этим вопросам, значит, еще либо не созрели, либо скоро подойдем и решим Игорь Васильевич, Армения и Беларусь, они взаимодействуют как в двустороннем формате Так и в международных различных организациях, таких как ОДКП, Евразийский экономический союз Удовлетворены ли вы уровнем взаимодействия двух стран? Если говорить об уровне взаимодействия, то, конечно, неудовлетворен Хотя результаты, повторю, у нас очень хорошая неудовлетворенность Связана с тем, что мы не до конца используем взаимный потенциал по различным направлениям Но я скажу, мы добиваемся успеха И у нас есть двухсторонняя межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству Двухсторонняя комиссия по научно-техническому сотрудничеству У нас есть двухсторонняя комиссия по линии парламентов наших стран И у нас очень хорошие результаты по итогу вот этих заседаний Вот в прошлом году состоялось 10-е юбилейное заседание межпарламентской комиссии Над собранием Беларуси и Армении В этом году в Ереване состоялось 14-е заседание торгово-экономической комиссии межправительственной Наверное, скромненький результат, но наши министры буквально 10-го июля провели уже в формате видео Очередную встречу И мы не ожидаем, откроются границы, не откроются Мы не ждем, что вдруг кто-то нам какие-то условия создаст Мы их сами создаем, мы сами творцы Что касается неудовлетворенности Я хотел бы, чтобы наше взаимодействие было основано на общих, устойчивых или прочных кооперационных проектах Мы готовы предложить свои варианты по взаимодействию Но тут важно, чтобы было восприятие наших предложений со стороны наших армянских друзей Мы над этим работаем В одном из ваших интервью вы отмечаете, что со стороны Беларуси были предложения о создании совместных проектов, совместных предприятий Есть ли в этом плане какие-то продвижения, проекты какие-то разрабатываются? Я не без удовлетворения отмечу, что состоявшийся в мэрии Еревана конкурс по замене лифтов на этот год Выиграл белорусский претендент наше открытое акционерное общество Могилев Лифт Маш Предполагается, что в этом году в соответствии с тендерным заданием мы поставим 500 единиц Поставим и, естественно, обновим Это существенный объем Если будет построено так взаимодействие, что это будет интересно армянской стороне Мы готовы создать совместное предприятие Более того, если надо, мы можем рассматривать вопрос о локализации каких-то операций О локализации каких-то узлов, компонентов для производственных нужд Поскольку мы прекрасно понимаем, что лифт — это транспорт социального значения Потому что все мы когда-то станем более взрослыми Потом достигнем преклонного возраста Очень тяжело подниматься по ступенькам Опять же, молодые мамочки не наносятся вверх-вниз со своими колясками Очень важно, чтобы они могли спокойно перемещаться И, главное, безопасно перемещаться Поэтому, я думаю, вот эта миссия, она, с одной стороны, благородная С другой стороны, у нас есть общий еще с советских времен базис Поскольку проектирование жилья было достаточно типовым, стандартизованным А Могилев Лифтмаш, он соблюдает эти традиции и может предложить хорошие условия Поэтому, повторюсь, если будет заинтересованность с армянской стороны А уже была предварительная проработка вот этого варианта взаимодействия В качестве создания именно производства здесь, в Ереване Совместного производства лифтов Мы готовы этим заниматься Но это маленькая часть тех предложений, которые у нас имеются Мы готовы рассматривать вариант создания сборочного производства пассажирской автобусной техники У нас все для этого слагаемые есть Но, надо понимать, сборка ради сборки Это путь в никуда Она должна приносить прибыль, дивиденды Как армянской стороне, так и белорусской Если это будет интересно мэрии, если это будет интересно соответствующим государственным структурам Мы к этому диалогу открыты А я уже называл вот эту межправительственную комиссию Один из пунктов нашей общей повестки Это именно вопрос сотрудничества в области кооперации Поэтому есть о чем поговорить государственным чиновникам Есть что предложить друг другу Есть над чем поработать Хотелось бы обратиться еще к внутриполитической ситуации В последнее время создалась достаточно острая ситуация В связи с руководителем партии «Наследие» Кагиком Царукяном Как известно, у него очень дружеские и теплые отношения с президентом Беларуси Как видится вся эта ситуация со стороны Беларуси? Я бы специально не персонифицировал дружбу Гагика Николаевича с Александром Григорьевичем Лукашенко Почему? Потому что он очень по-доброму, с любовью относится Естественно, будучи настоящим армянином с большой буквы Он с огромной теплотой относится к белорусскому народу Мы очень дружим Тут иногда рассказывают всякие байки, сказки о том, что и подземные ходы у нас есть Мы находимся рядышком его участок, где его жилье Наше посольство рассказывает, что чуть ли мы подземными туннелями сообщаемся Все не так Всем известен принцип экстерриториальности Поэтому наше посольство, в соответствии с Венской конвенцией, это особый статус Территория, находящаяся на территории Армении Что касается вашей внутриполитической ситуации Даже по завершении своей депмиссии я скажу, что наша работа Наша, я имею в виду любого дипломата Запрещает вмешиваться во внутренние дела Когда я слышу порой от некоторых коллег моих дипломатов Которые так или иначе начинают давать комментарии по текущей ситуации Я вижу, что это некорректно Умышленно не называю никого Ни пофамильно, ни в страновом разрезе Но я скажу, что армянский народ, мудрый народ С древней истории Они, извиняюсь, что в третьем лице Армяне знают, что делать, как поступать Самое главное, не делать опрометчивых движений А за человеком видеть человека Слова — это одно, а надо смотреть поступки Вот я бы акцентировал внимание именно на том, что Можно много чего наговорить Много чего наобещать А как это потом выполнять? В конце концов, есть такое еще и понятие, как честь мужчин Мужчина должен говорить и только то, что он может сделать Я не знаю ни одного проекта, который бы, будучи озвученным царукяном, не был бы реализован Это и рынок Оринджмол Это и фабрика по изготовлению керамических изделий Это и производство текстильных каких-то там продуктов Полотенца и так далее То, что всегда ввозилось под видом якобы из каких-то стран На самом деле это все было турецкое Гагик Николаевич организовал производство здесь, в Армении Я уже не говорю про другие его объекты Включая, кстати, и то, что он организовал здесь И в сфере игорного бизнеса, и в сфере рекреации У меня сложилось такое впечатление, что человек очень-очень любит эту землю И он создает такие объекты, он создает такие предприятия производства Которые, во-первых, остаются здесь на земле Это не портфель с какой-то кучей денег Который вот сейчас он здесь, потом его перенес Нет, объект остался в стране Это новые рабочие места Это новый налогоплательщик Это поддержка государственных проектов в целом Вот где здесь проблема? А то, что иногда вот начинают рассказывать Да, вот где-то что-то Но, опять же, есть капитетные органы Которые должны заниматься исключительно своим делом Они не имеют права вмешиваться тоже в политику По крайней мере, у нас запрещено Если ты в правоохранительных органах Ты не имеешь права представлять ни одну партию Ни одну партийную структуру Ты защищаешь государство Ты защищаешь закон Поэтому здесь, я еще раз скажу Очень важно проявлять вдумчивость, спокойствие Всеми этими атрибутами в полной мере Обладает хороший, очень добрый, очень миролюбивый армянский народ Не можем также не коснуться темы напряжения на границе Армяно-Азербайджанской В эти дни многие международные структуры и страны Выразили свою обеспокоенность в связи с этой ситуацией Некоторые страны показали какую-то явную свою позицию За одну или другую сторону Что, в принципе, не способствует урегулированию конфликта Беларусь тоже выразила свою обеспокоенность И в то же время прозвучали со стороны некоторых провокаторов, людей Какие-то оголтелые заявления, обвинения в сторону ОДКБ За невмешание в эту ситуацию Можете прокомментировать вот эти заявления по поводу ОДКБ? Конечно Вы сами сказали ключевое слово «провокаторы» Люди умышленно либо искажают информацию Либо создают негативный информационный фон А век повсеместной фейсбукизации Или других соцсетей Это очень легко Молодежь не знает жизни Она сидит в виртуальном своем мерке И когда вот эти вот папы-гапоны Провокаторы Начинают специально искажать ситуацию Ну, надо к этому относиться очень спокойно Собака лает Караван идет Пусть себе тявкают Хочется пожелать этим людям Которые делают вот эти вот опрометчивые заявления Вы сначала откройте уставные документы Вы сначала прочтите Как работает механизм коллективной безопасности в рамках ОДКБ Там все четко прописано Про себя скажу Вернее, от себя добавлю Что Беларусь, как никто Знает, что такое страдания людские После Великой Отечественной войны Для нас она именно Великая Отечественная война Мы потеряли 3,5 миллиона жителей Это практически каждый третий Житель Беларуси Я умышленно говорю, не беларусь А житель Беларуси Потому что на моей земле Очень мирно существуют Люди разных национальностей Разных конфессий И у них никогда не было на моей земле Никакого конфликта Но мы знаем, что такое людское горе Мы знаем, что такое смерть Население Беларуси было восстановлено До довоенного уровня Только в 1972 году Об этом мало кто знает Конечно, мы одни бы не смогли Справиться с этой бедой Нам на помощь пришли Во-первых, при защите Беларуси И армяне, и русские, и евреи И татары, и азербайджанцы И украинцы Ну, само собой, беларусь тоже Но я к тому, что все то, что было на моей территории 75 лет назад, когда мы изгнали фашизм Когда мы победили эту коричневую чуму В одиночку С этим справиться невозможно Поэтому, имея печальный опыт Вот этого вот разъединения Когда нас берут Расщепляют на атомы А потом нами понукают Да, вот Привел наши народы Наших руководителей К пониманию, что надо создавать Силы коллективной безопасности Была создана соответствующая организация Сейчас во главе АДКБ Представитель Республики Беларусь Очень уважаемый генерал Станислав Васильевич Зась И, вы знаете Это коллективный орган Поэтому здесь, кстати Соответствующие голоса Консенсусные голоса Решения принимаются Именно в режиме консенсуса Имеет каждый из равноправных членов Мощная Россия Чуть-чуть послабее Другие страны Но, тем не менее У всех равный голос Поэтому, еще раз призываю Во-первых Противоборствующие стороны Немножко смирить Вот этот вот пыл Вот эту воинственную риторику А самое главное Дать умолкнуть пушкам Надо сесть за стол переговоров И в режиме непрерывной дипломатии С участием военных Кадровых дипломатов Других профильных специалистов Решать вопрос Примирения сторон Это непросто Когда все разгоряченные Когда мы только-только Начали драться Не просто остановить драку Не просто Но 21 век Должен чему-то Научить наши народы Мы постоянно живем В каком-то конфликте Мы постоянно С кем-то Ссоримся Ну, на самом деле Жизнь человеческая Прекрасна Своим созиданием А война Это разрушение Поэтому я еще раз призываю Как представитель Миролюбивой Белоруссии Стороны Остановиться Опомниться И решать вопросы Претензии Разрешать конфликтные ситуации Не с помощью оружия А с помощью Дипломатических переговоров Игорь Васильевич Вы через несколько дней Уже погибаете Армению Едете в Беларусь Что вам больше всего Запомнилось За эти годы Почему будете скучать? Наверное Не почему А по кому По моим друзьям По моим товарищам По очень добрым людям Армяне Для меня Было террой инкогнито Это были люди Которые я знаю Да Армянские фамилии Имеют свою специфику С окончаниями Но Я с ними вот так вот Непосредственно В большом количестве Не сталкивался И когда я увидел Одного, второго, третьего И это добрейшие люди Это очень хлебосольные Это очень доброжелательный народ При этом народ Который не черствеет Не озлобляется Не озлобляется Хотя на долю армян Тоже пришлось И страдания И то, что мы говорим Геноцид И другие лишения В том числе и территориальные Урезания Да Мы помним Карский договор 1921 года Еще сто лет не прошло Кстати И при этом Люди, повторюсь Не ожесточились Не очерствели Они готовы с тобой Делиться Последним куском Вот это вот Традиция Чтобы армянский стол Какой бы достаток У тебя не был Должен ломиться На Новый год Обязательно Должны быть Богатые Основные блюда Сладости Напитки И не важно Если у тебя для этого Деньги нет Нету Займешь Но у тебя этот стол будет Конечно Это все Не может оставлять Никого равнодушным Да Много народов С такими же Душевными Традициями Но вы знаете Еще что мне Очень импонирует Да Это Очень-очень сильное Вот это вот Отношение христианству К своей церкви Это почитание Вот этих традиций Это соблюдение Церковных канонов Общества В этом плане Едино Хотя есть Я вижу Вот эти вот Такие неприятные Вот эти вот Звоночки Да В плане там Какие-то Трансформации И учебного процесса И так далее Ну Армяне Сами разберутся Но Мне очень Очень Вот Запомнится Именно Вот эта Человеческая Теплота Если мы Перейдем Что мне Понравилось Что мне Будет не хватать Ну Я вырос В лесной Равнинной Беларуси У меня Либо поля Возделанные Либо красиво Ухоженные леса Гор у нас Практически Нету Самая высокая Точка Гора Дзержинская Недалеко От города Минска Ее высота Аж 345 метров Можете себе Представить Какие мы Тут преодолеваем Подъемы И тут Гора Арагац И тут Допустим Мое посольство Которое Расположено На высоте 1365 метров Над уровнем Моря То есть Такие контрасты Они конечно Не могут Не быть Оставлены Без внимания И меня Естественно Вот эта вот Красота гор Вот это вот Величие Вот это вот Такое Гордое Безмолвие Ну оно Поражает Очень мне нравится Абрикос Вот Сейчас будут Азербайджанцы Турки Другие Говорят Нет Наш самый лучший Наверное Нармянский Лучший Вот Мне очень нравится Звук дудука Вот этот Проникновенный Такой Вот Аж Вот Идущий От души От сердца Да Звук У меня есть Музыкальное образование Поэтому Я знаю О чем я говорю Мне Очень нравится Ремесла Которое Здесь Издревле Культивируется И далее Имеет свое продолжение Будь то Ювелирное украшение Будь то Резьба По дереву Будь то Камнетеса Камнедела Будь то Просто Строительство Каких-то Зданий Каких-то Сооружений Каждая уникальная Каждая красива Вроде бы С виду Там Ничего такого Приметного Нету Но подойдешь Рассмотришь Это знаете Как вот Картину Разглядываешь И ты Сначала Ничего не видишь А потом Она Тебя захватывает Вот так же Вот и ваше Вот здание Они имеют Свою душу Я Больше всего Буду Скучать Без Наверное Вот это Теплоты 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 И в человеческом Общении И теплоты В том числе И климатической Потому что Знаете Со временем Ты понимаешь Есть какие-то Материальные ценности А есть то Что Не дано нам Понять Не в объективных Каких-то Методах Не может быть Измерено Да Ну попробуйте Сказать Дай мне Два килограмма Дружбы Или Три килограмма Улыбок Или Пятнадцать Штук Там Радостных Событий Ну нет Вот Вот Ты Начинаешь Понимать И проникаться Вот этими Вот Такими Вот очень Добрыми Вот этими Вот Милыми Вещами Повторюсь Это Мой Субъективный Взгляд Но Мне В первую очередь Больше всего Нравятся люди Видите ли вы Вашу дальнейшую Деятельность Связанная С развитием Армяно-белорусских Отношений Никогда Нельзя Загадывать Наперед Никогда Не говори Никогда Наверное Вижу Более того Я хотел бы Чтобы Армения Стала Более Сильной В экономическом Плане Я хотел бы Чтобы Дальнейшее Взаимодействие Армяно-белорусское В двухстороннем Формате Или На Международных Площадках Имело Своё Позитивное Продолжение Будь то Какие-то Коммерческие Проекты Кооперационные Проекты Будь то Парламентское Измерение Будь то Очень важный Кстати аспект У нас очень много Городов и регионов Попротивов С Арменией Вот если бы не Коронавирус Было бы подписано Соглашение Попротивствия Между Ереваном И Минском Оно уже готово Оно уже Писать с добрым С добрым сердцем Этот документ На благо наших Столиц Народов наших Столиц Жителей наших Столиц И Говоря о своих Каких-то Планах Мне хочется Банально сказать Хочешь Рассмешить Бога Расскажи Ему о своих Планах Наверное Загадывать наперед Не стоит Дело неблагодарное Но я ничего Не исключаю В этой жизни В любом случае Прямые рейсы Минск Ереван Совершаются регулярно Ваш замечательный Звордноц Из Минска И обратно И это кстати На текущий момент Единственные Регулярные Авиасообщения Еревана С кем бы то ни было Вообще Мне очень приятно Что именно С белорусской столицей Есть вот это сообщение Коммуникация Которая позволяет Поддерживать Армян В трудную минуту Либо Прибывать На родину Из других стран Либо по каким-то Делам Включение Отложное Либо бизнес Поездки Через Минск Или в Минск Решать свои вопросы Поэтому В любом случае Я открыт Для взаимодействия Для хороших Предложений В плане Поддержки Наших контактов Игорь Васильевич Большое спасибо Вам за интервью Спасибо большое Вам За эту Предоставленную Возможность Еще рассказать Еще раз Рассказать Как мне нравится Ваша страна Спасибо Игорь Васильевич Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова